Задумав сделать мультфильм о первоначальнике Иоанне, Олеся Финюшина хотела напомнить жителям города-человеке, который стал основателем Саровского монастыря. Его имя редко упоминается, и педагог вместе со своими воспитанниками решили восстановить историческую справедливость. Можно его поистине назвать великим, потому что он написал устав монастырский. Этим уставом пользовались и в Лаамском монастыре, и во многих других монастырях. Из нашего монастыря вышло 40 настоятелей. Если бы не первоначальник Иоанна, и Серафим Саровский мог бы быть не здесь, а где-то в другом месте. Действие мультфильма охватывает жизнь Иоанна с юношеских лет и до момента основания им монастыря. За время работы ученики нарисовали несколько сотен рисунков. Дома, церкви, домашние животные, люди, деревья. Эскизы оживляли в специальной программе. Надя Курякина считает свою работу над созданием мультфильма волшебством. Я делаю непосредственно анимацию. Прокладываю в персонажей кости, заставляю их там совершать необходимые движения. Работа близится к финалу. Оглядываясь назад, девочки вспоминают, сколько сложностей они преодолели. Делать мультфильм с нуля, без каких-либо знаний о мультипликации оказалось трудной задачей. Сейчас Яна уверенно нажимает клавиши и двигает персонажей в программе. Но первые этапы в создании мультфильма дались ей не сразу. Я считаю, что это было начало. Что вот эта вот новая программа, новые термины, новая работа вообще для жизни. То есть и в этом надо было во всем разобраться и наловчиться, чтобы не тратить пустую время. Премьерный показ мультфильма запланирован на открытии серафимовских чтений в середине января следующего года. Елена Грицкова, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Сароу-24. Продолжение следует...